Хаяо Миядзаки – уникальный режиссер современности. Из-под его руки вышло 11 полнометражных мультфильмов, многие из которых стали культовыми не только в Японии, но и во всем мире. Одной из таких картин стал «Ходячий замок». Его даже номинировали на «Оскар» как лучший анимационный проект 2004 года. Ты наверняка слышал про него, а может, даже и смотрел. Это история о юной шляпнице Софи, которую злая ведьма пустоши превратила в дряхлую старуху. Героиня решает отправиться на поиски ведьмы, однако дорога приводит ее к странному «Ходячему замку», где у Софи появляется шанс начать новую жизнь. Но знаешь ли ты, что Миядзаки не сам придумал историю Софи? На самом деле это вольная адаптация одноименного романа британской писательницы Дианы Уинн-Джонс, написанного еще в 1986 году. И, конечно же, между книгой и мультфильмом существует большая разница. Да, главные герои те же, однако в романе можно найти множество интересных подробностей о волшебном мире «Ходячего замка». Например, в книге куда больше рассказывается о семье Софи, ее магических способностях, родственниках чародея Хаула, и приоткрывается завеса тайны его загадочных путешествий между мирами. И даже сам «Ходячий замок» выглядит по-другому. Если в мультфильме это странное, будто бы живое существо из нагроможденных друг на друга фасадов и механизмов, то в книге это зловещее сооружение из больших угольных плит с башенками. «Ходячий замок» — это только первая книга трилогии. События других историй, воздушного замка и дома с характером, происходят также во вселенной «Ходячего замка», но главные герои там уже совсем другие персонажи. Редактор субтитров А.Семкин